Здравствуйте! Новости на канале Хабар. Судья Жанна Ситхан. В октау ребенок разбился насмерть при падении с восьмого этажа. По словам очевидцев, девочка 2010 года выпала из окна. К слову, днем ранее на крыше дома, где произошел инцидент, засняли играющих детей. На кадрах видео видно, как они бегают по покатистой крыше и перелезают через ограждение. Кадры разлетелись по сети и вызвали негодование пользователей. 28-летний житель Костаная напал на патрульную машину полиции. Молодой человек запрыгнул на автомобиль и ногами разбил лобовое стекло. Дерзкое нападение зафиксировали камера уличного видеонаблюдения и полицейский видеорегистратор, который до момента удара еще работал. Ущерб уже подсчитали 1 миллион тенге. По факту драки возбуждено уголовное дело, все участники потасовки были допрошены. Начато досудебное расследование и в отношении хулигана, повредившего полицейский автомобиль. Граждане был задержан, водорен изолятор временного содержания. Прокуратура города Костаная поддержала обвинения и содержание под стражей. Но следственный судья, ввиду личности, постоянного места проживания и несудимости по тяжким видам преступления, заменила содержание под стражей, подписку о невыезде. Но на сегодняшний день департаментом полиции подготовлен протест через областную прокуратуру. Будем ходатайствовать об аресте данного гражданина. В налоговой шумке это недосчитались миллиарда 240 миллионов тенге неуплаченных налогов. В городе раскрыли факты крупных махинаций. По данным городского департамента экономических расследований действовала организованная преступная группа. Мошенники обманывали государство через сеть предприятий, при этом не выполняя никакую работу. В департаменте сообщили, что это самый громкий налоговый скандал в Шимкенте, ведь организаторы отличились особой циничностью. Предприятия регистрировались на листах онкобольных. При этом практически почти все лица, на которых были оформлены данные предприятия, они в последующем скончались. То есть оформлялись предприятия на них, чтобы в последующем избежать ответственности. Сейчас мы не можем сказать, что это окончательный ущерб, потому что мы также сейчас дальше расследование проводим, дальше проводят следственные мероприятия. Возможно, он и увеличится, этот ущерб. 185 килограммов карасей уничтожили на севере страны. Напомню, замор произошел в селе Богдановка Жамбылского района. Из-за чего массово погибла рыба, сейчас пытаются выяснить специалисты. По их словам, озеро Талыбай уже полностью очищено. После результатов экспертизы будет подсчитана сумма ущерба, нанесенного окружающей среде. Отмечу, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 2000 озер. Свыше 200 из них арендуемые. В них обитает больше 20 видов рыб. Данные рыбы и пробы воды были собраны департаментом экологии, а также ветеринарной службой, сотрудниками санэпидемиологической службы для выяснения, опасна ли рыба, а также вода для окружающих жителей. Такие явления слишком огромный урон не наносят, если в малых количествах оно не так уж опасно для населения. Не купаться и не ловить рыбу в этом озере, так как анализы еще неизвестны. Казгидромет оценила радиационный фон в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Напомню, в начале августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Чуть позже в соцсетях появилась информация о том, что радиоактивные частицы после этого ЧП могли достичь и территорий Казахстана. Отечественные синоптики провели мониторинг в шести областях нашей страны. Превышение радиационного фона по официальным данным не зафиксировано. На данный момент уровень гаммафона, вот сейчас в этом месте, составляет 0,16 микрозиверта в час, что в пределах нормы. В случае резкого скачка цен на продукты, алмацинцев обещают обеспечить дешевым сахаром, маслом и гречкой. 2500 тонн этой продукции в наличии в хранилищах стаб-фонда. А вот если подорожают овощи, мясо и другие важные продукты, местным властям придется договариваться с торговцами. В Акимате заверили, что следят за ситуацией на рынках и супермаркетах и в случае наглой спекуляции выезжают на места, чтобы не допустить массового ажиотажа. Когда цена наценки превышала 40-50, были факты, когда и до 100% доходило, мы это все при своем мониторинге видели, выходили, проведили разъяснительную работу и торгующие всегда шли навстречу и снижали. Согласно требованию законодательства, торгующие сами устанавливают торговую наценку. А вот эти нормы по непровышению более 15% на СЗПТ, они только вступили в силу с 15 августа. Более 40 тысяч квартир выделят многодетным семьям в Казахстане в ближайшие 7 лет. Уже в этом году регионам из бюджета страны направлено 50 миллиардов тенге. На эти средства планируется закупить готовое жилье и построить новое. В городе Зайсан на востоке республики уже строится 30-квартирный дом. По планам новоселья очередники смогут отметить до конца осени. Подробностей у Анны Лесимбердиной. Чуть больше полутора миллиардов тенге. Именно столько в этом году выделено Восточному Казахстану из бюджета республики на решение жилищных проблем многодетных семей. 350 миллионов из этих средств пошли как раз на строительство 30-квартирного дома в Зайсане. Работа началась в июне. Уже готов первый этаж. Пока выполнено около 30 процентов работ. Идем по графику. На объекте у нас задействовано 50 человек. Есть вся необходимая техника. По планам должны сдать дом в эксплуатацию уже в ноябре. Жилье в новом доме будут распределять среди очередников по льготной программе. Пока ведется отбор желающих. На очереди 75 семей по городу Зайсан. По ним проработываем по программе Бах-тот-пасе через Жильство Сбербанк. Программу, чтобы обеспечить. И, я думаю, завершим данную программу в течение двух лет полностью, чтобы наши многодетные семьи имели жилье. Поэтому в ближайших планах возведение целого микрорайона по соседству со строящимся домом. В этом же микрорайоне планируется еще три 30-квартирных жилых домов. В том числе у нас еще поданы бедетные заявки на 60-квартирные по улице Торой Вырова. Два многоквартирных жилых домов. Тоже для социально уязвимых слоев населения. Кроме того, в Зайсане закупают и готовое жилье для многодетных семей в селах. Так, при поддержке предпринимателей через специальный фонд приобретено 11 домов в районе. Всего в области в этом году планируется обеспечить крыши над головой больше 200 нуждающихся семей. Анна Рисенберзина, Аслан Тулепов, Хабар, Восточно-Казахстанская область. В колледжах Павлодарской области расширяют сеть современных общежитий для иногородних студентов. До конца года двухместными комнатами планируется обеспечить 400 приезжих юношей и девушек, которые получают образование по техническим специальностям. Стройка уже идет полным ходом. В Аксусском колледже черной металлургии, где готовят кадры для крупнейших промышленных предприятий страны, своего общежития никогда не было. Из бюджета выделено 670 миллионов тенге. Новое здание рассчитано на 200 человек. Подобные сооружения с тренажерным и гимнастическим залами, буфетом и гостиной, отдельными санузлами и просторными коридорами вскоре появятся еще в двух среднеспециальных учебных заведениях. Всего в Павлодарской области 32 государственных колледжа. Действительно для нас долгожданный объект, потому что на сегодняшний момент из общего контингента, это 445 студентов, 189 человек это ребята из сельской местности, это сельская молодежь. На сегодняшний момент эти ребята проживают где-то у родственников, ежедневно приезжают в сел, а вот строительство общежития и ввод его в эксплуатацию решит проблему жилья. На сегодняшний день потребность в местах в общежитиях составляет 1500 мест по колледжам. В настоящее время строятся два общежития для Аксузского колледжа черной металлургии и Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций. Также ведется разработка проектно-сметной документации для Павлодарского педагогического колледжа на 200 мест. Улута в ближайшие несколько дней станет не только географическим центром страны, но и культурным. Сегодня в регионе стартует настоящий марафон из форумов и фестивалей. Три дня будут яркими и насыщенными. На живописной поляне в предгорьях Улутау пройдет международный форум сельской молодежи. В регион уже съехались 200 самых активных представителей современного поколения сельчан из всех областей Казахстана и ближнего зарубежья. Их ждут квесты и мастер-классы, тимбилдинги, а также выдача грантов. Завтра к ним присоединятся представители турфирм. Развитие Улутау индустрии отдыха обсудят в рамках туристического форума. А в субботу пройдет этнофестиваль Рескик. Кроме отечественных фолк-музыкантов выступят и европейские исполнители. В концертной программе коллективы из четырех стран Старого Света. Особый гость фестиваля Димаш Кудайберген. И в завершение о погоде. Сегодня на большей части страны синоптики прогнозируют грозы и град со шквалом. Ливни ожидаются на севере, востоке и в центре республики. В пяти регионах объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в большинстве областей сохраняется режим чрезвычайной пожарной опасности. Более подробную информацию о метеоусловиях на сегодня вы можете узнать сразу же после нашего эфира. Выпуск завершен. Встретимся с вами в 13 часов. До свидания.